МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, поддерживать порядок в городе. Пространство, в котором живет человек, должно быть полезным, безопасным, умным и удобным. Федеральная программа формирования комфортной городской среды это намного больше, чем просто благоустройство. Это комплексное изменение окружающей человека среды от двора, который становится логичным продолжением дома, до улиц, общественных территорий и жилья, которые обеспечивают безопасное передвижение жителей и комфортное пребывание, а облик радует своей неповторимостью. Этот проект – одна из составляющих национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Какое значение придается городской среде и как изменяется степень ее комфортности в Самаре, поговорим сегодня с моими гостями в студии. Старостин Алексей Борисович, заместитель и руководитель Управления, развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары и Данил Викторович Морозов, глава промышленного внутригородского района. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну что же, тема заявлена, давайте о ней побеседуем. Алексей Борисович, ну, конечно, понятие «комфортная городская среда» становится одним из популярных и устойчивых выражений в современном обществе. Все нацелено на создание благоприятной среды для жизни, развития и деятельности человека. Ну, давайте начнем с простого. А вот что такое комфортная городская среда, ну, языком обывателя? Ну, что такое комфортная городская среда, да, прежде всего, это создание условий. Условий для комфортного, безопасного и, значит, качественного пребывания и жизни горожан в городских условиях. То есть это все то, что создает среду, с которым человек взаимодействует каждодневно. Это все, что нас окружает. Это парки, скверы, набережные, значит, в городских условиях. Данил Викторович, в промышленном районе работа по благоустройству территории ведется. Что же касается благоустройства дворовых территорий, проездов, тротуаров, то, конечно, вполне естественно, что большинству собственников жилых помещений хочется иметь благоустроенную территорию. Расскажите, пожалуйста, что уже сделано, ну, и, наверное, далее, что в перспективе. — Совершенно верно. Ну, чтобы начать свою рассказ, решите мне поподробнее остановиться сначала на губернаторском проекте содействия, который как раз и направлен на нас с вами, чтобы сделать жизнь жителей города комфортнее и благоустроеннее. Конкретно по губернаторскому проекту содействия. По данному виду программы предусмотрены все виды благоустройства, начиная от дорог, тротуаров, благоустройства детских площадок, спортивных площадок и заканчивая даже такими интересными случаями. У нас в прошлом году победителем стал жители с улицы Красносельской, с частного сектора, и по данной программе провели воду в дом, провели водопровод. Соответственно, для того, чтобы принять участие в этой программе, нужно собрать инициативную группу жителей, примерно хотя бы на листочке нарисовать, что же вы хотите видеть. С этим листочком прийти к нам в администрацию района, там уже специалисты помогут это все преобразить в некое подобие проекта, просчитать его и далее принять участие, подать заявку. Все это вполне реально. Есть момент софинансирования, многих он пугает, но бояться его ни в коем случае не стоит. Для понимания у нас даже люди, живущие на заводском шоссе, на улице Береговой, на улице Ветлянской, находят возможности участия в этой программе именно с точки зрения софинансирования. Хочу напомнить, что софинансирование могут носить не только жители, мы понимаем прекрасно, что не с каждого человека мы можем взять какие-то деньги на благоустройство, могут носить управляющие компании по решению собственников. В этом вопросе могут участвовать ТСЖ, ТСМ, другие виды правления многоквартирными домами, также может участвовать социально ориентированный бизнес. Поэтому эта программа довольно успешно реализуется на территории района. Опыт есть и стоит непременно попробовать. Да, да, обязательно. И всего с 2018 года у нас реализовано 14 проектов по данной программе на общую сумму 27 миллионов рублей. И в этом году реализуются еще три проекта. Новый вокзальный 155, 155А, 165А, Матросово 57, 49, 53 и Старозагора 56. Это конкретно по программе, по губернаторскому проекту содействия. Спасибо. Алексей Борисович, вот вы остановились на том, что комфортная среда проявляется в деталях. Означает ли это, что каждый куст, каждая лавочка делает жизнь в городе удобной, ну и, соответственно, комфортной? Конечно же, безусловно, это означает то, каким образом и каким, в рамках какого направления дизайн проекта была благоустроена территория, и, естественно, она будет влиять и на окружающую среду, близ расположенную. Поэтому, конечно же, да, то есть это все те позиции и композиции, которые были благоустроены в рамках общественных территорий, они целиком полностью влияют на окружающее пространство и окружающую среду. А сколько было объектов в этом году уже благоустроено? В текущем году у нас идет процесс благоустройства, да, то есть есть объекты, которые можно назвать высокой степенью готовности, значит, такие, как Сквер Самарец, там порядка 100% уже у нас, и вообще у нас в текущем году в рамках программы «Комфортная городская среда» благоустраивается 4 общественных пространства. Все они высокой степени готовности, вот, как назвал же Сквер Самарец, он практически 100%, остальные территории чуть поменьше, но сроки у нас определены, сроки у нас до 1 сентября, и все объекты мы к этому сроку благоустроим и будем вводить в эксплуатацию. Спасибо. Данил Викторович, расскажите, что в этом году планируется по части благоустройства дворов в вашем районе? Вот вы совершенно замечательно приводите примеры, новости рассказываете. Может быть, есть чем порадовать жителей в этом вопросе? Есть чем порадовать, безусловно. Помимо вышеупомянутого губернаторского проекта «Содействие», по которому у нас в данном году тоже будет продолжено благоустройство трех дворовых территорий, у нас еще реализуется программа «Комфортная городская среда». В этом году по данной программе будет благоустроено шесть дворовых территорий. Это будет комплексное благоустройство, ремонт дорог, тротуаров, освещение, детские спортивные площадки и так далее. Шесть адресов – это Старозагора 84А, Карла Маркса 280, Московское шоссе 147, улица Фискультурная 98, Победы 97, 97А, 97Б и Нововокзальная 138. Более того, хочу сказать, что, в принципе, на всех объектах процент выполнения составляет от 91 до 100%, и все работы до 31 августа будут выполнены. Прекрасно. Алексей Борисович, скажите, как формируется перечень пространства для голосования? Пространства для голосования, они определяются, соответственно, нормативной правовой базой субъекта и муниципалитета. Порядок, он следующий. Значит, у нас есть программа, в программе «Комфортная городская среда» определены общественные территории, которые требуют благоустройства. По результатам, значит, предварительного отбора у нас отбирается 20 территорий общественных по началу года в установленные сроки, и уже из 20 территорий дальше происходит процесс, который нацелен на проведение голосования общественного. Ну, процесс, он в себя включает подготовку дизайн-проектов, обсуждение дизайн-проектов, встреча с населениями активная. По результатам встреч формируются соответствующие предложения от населения. Эти предложения, они учитываются в дизайн-проектах и уже в последующем выставляются на голосование. И уже из 20 территорий, которые у нас выставляются на голосование, определяется, ну, скажем так, приоритет территорий, которые будут благоустроены в следующем году. В Самаре продолжается благоустройство общественных пространств. Обновляются территории, победившие в прошлом году в голосовании по программе формирования «Комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда», благоустраиваются площадки во дворах. А парки и скверы, не вошедшие в федеральную программу, обновляются за счет городского бюджета. Один из таких объектов – сквер первых космонавтов. Эльмира Калямова живет в доме рядом со сквером первых космонавтов 15 лет. Вспоминает, когда ребенок был маленьким. Часто проводили тут время, но годы шли, и сквер постепенно ветшал. Эльмира говорит, отрадно наблюдать за возрождением любимого жителями места отдыха. Работают каждый день. Каждый день идет стройка полным ходом. Мы это видим, слышим, ощущаем и ждем, когда наконец это все закончится. И мы придем в этот сквер со своими детьми. Будем устраивать здесь праздники различные. Согласно проекту, сквер должен стать для местных жителей тихой гаванью в шумных городских джунглях. От дороги по периметру его отделит живая изгородь. Точкой притяжения для отдыхающих станет фонтан, который городские власти отремонтировали еще в 21-м году. Вокруг него появятся лавочки и урны. И, конечно, территорию украсит новые насаждения и цветы. По словам подрядчика, 80% от запланированных в сквере первых космонавтов работ уже выполнены. Работы выполняются по замене асфальто-бетонного покрытия на плиточное покрытие. Также ведутся работы по озеленению. В посадке растений будут заменены уличные освещения и будет произведен автополив газонов. Данная территория уникальна тем, что одна из общественных зон, которая имеет, по сути, фонтан. Фонтан – это особое притяжение, надо говорить. Имеет данный фонтан уникальную, соответственно, мозаику, которая имеет определенный интерес и, соответственно, притягивает. Ну, и она находится на одном из основных, наверное, пешеходных маршрутов городского округа Самара на улице Гагарина и, собственно, может служить местным отдыхом горожан. Благоустройство сквера первокосмонавтов проводится за счет средств городского бюджета. Выделены средства еще на две локации – сквер Высоцкого в Самарском районе и участок между домами номер 22 и 24 на улице Новосадовой в Октябрьском. По федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» сейчас ведутся работы по обновлению сквера «Самарец», парка «Молодежный», «Ерикпарка» и парка «Воронежские озера». Завершить работы на всех обновляемых общественных пространствах планируют к 1 сентября. Как отмечают в администрации Самары, жители участвуют в создании дизайн-проектов совместно с разработчиками, расставляя приоритеты в вопросах преображения территории. Напомним, что в регионе продолжается реализация проекта по защите прав жителей в сфере ЖКХ «Мой дом». Он был создан по поручению губернатора Дмитрия Азарова. На встречах жители получают консультации о работе портала «ГИС ЖКХ». Гражданам объясняют, где есть вся необходимая информация о жилищном фонде и о перечне выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Данил Викторович, какие проекты благоустройства в промышленном районе реализуются совместно с жителями? У нас все проекты благоустройства так или иначе реализуются совместно с жителями. И у нас жители в этом вопросе очень наши большие помощники. У нас очень активные жители. И примером тому является та же программа формирования комфортной городской среды, где у нас уже третий год подряд побеждают наши территории промышленного района. Это парк молодежный, парк Воронежские озера. Мы собираем самое количество, большое количество голосов. И безусловно, говоря о программах благоустройства, все они у нас так или иначе происходят во взаимодействии с плотным населением. Нам нужно, во-первых, на стадии формирования проекта и в целом в заявках в проектах уже непосредственно на конкурсе. Это опять же и губернаторский проект содействия, и программа народной инициативы. Все они изначально идут от инициатив населения. Вы проработали главой год. Что можете сказать? Активные ли жители в промышленном районе живут? Инициативные ли? Самые активные и самые инициативные жители живут однозначно в промышленном районе. Алексей Борисович не даст соврать. У нас самое большое количество голосов мы всегда собираем по программе формирования комфортной городской среды. И самое большое количество заявок по всем программам благоустройства идет от промышленного района. И я думаю, такими темпами мы скоро весь промышленный район благоустроим. Да будет так. Хочется добавить мне, Алексей Борисович. А ваше мнение, какое вообще, какая роль, вернее, отводится жителям города? Активная позиция вот в этом вопросе именно, как вы считаете, важна? Ну, если брать программу комфортная городская среда, которая, ну, собственно, делится на два направления. Это благоустройство общественных территорий и благоустройство дворовых территорий. То, наверное, законодатель, когда при формировании данной программы, он закладывал основную идею, наверное, вовлечения населения в процессы благоустройства, да, то есть городского пространства, дворовых территорий и так далее. Поэтому, если брать, к примеру, благоустройство дворовых территорий в рамках программы комфортная городская среда, то у нас собственники активно, непосредственно участвуют. Они формируют заявку, они ее подают в район, они участвуют в непосредственном благоустройстве, они принимают работы, в дальнейшем они их эксплуатируют, свои дворовые территории. И вот эта вот деятельность, она, по сути, позволяет собственников вовлекать в процессы управления городом, пространством и непосредственно относиться уже как к своему имуществу и не допускать каких-либо антивандальных действий. Поэтому можно сказать, что это непосредственно вовлечение, оно работает. Действительно, мы наблюдаем в последнее время увеличение количества, ежегодное увеличение количества, как голосование за общественные территории. Также и активные позиции населения в части заявок по дворовым территориям. Поэтому да, конечно, непосредственно влияет население. Мне кажется, здесь стоит еще напомнить и сделать небольшой акцент на том, что очень сильно помогают семинары «Мой дом», которые, кстати, тоже инициировал губернатор Дмитрий Азаров. И жители с еще большей активностью эти семинары посещают. Вот адресую вопрос вам обоим. Как вы считаете, важны такие семинары, в принципе, Данил Викторович? Я считаю, эти семинары жизненно необходимы, потому что они именно повышают грамотность населения, старших по домам, председателей ТСЖ, ТСН, просто активные жители. Обычную юридическую грамотность, грамотность в плане общения с управляющими компаниями. Не все знают свои права, свои обязанности. Эти семинары жизненно необходимы, и польза от них есть. Хочу дать вам обратную связь, уже заметно, и на встречах с жителями люди в материале. Люди знают свои права, знают свои обязанности, знают программы, с помощью которых можно участвовать в благоустройстве своей территории. И все это, вся эта информация дается на семинаре «Мой дом». Отрадно слышать. Алексей Борисович, добавите? Да, конечно, безусловно, подобные семинары, они позволяют повысить в том числе и юридическую грамотность, позволяют определить для собственников непосредственно разностороннее направление в различных плоскостях. Это и процессы благоустройства, это процессы управления своими многоквартирными домами. И, конечно же, безусловно, эти сериалы важны, и, соответственно, эти семинары, они нужны. Да. Данил Викторович, теперь давайте подробнее поговорим о программе формирования комфортной городской среды. Во-первых, еще раз давайте озвучим, что было сделано в районе в рамках этой программы. Ну и, собственно, как вы считаете, насколько вообще это востребована программа для нашего города, если мы сегодня говорим о Самаре, ну и, конечно, в частности, о промышленном районе? — Повторюсь, у нас третий год подряд промышленный район побеждает в голосовании за благоустройство общественных пространств по президентской программе формирования комфортной городской среды. Побеждает у нас парк Воронежские озера и парк Молодежный. Мы набираем самое большое количество голосов, более 50 тысяч голосов в год. Это огромная цифра. И, конечно же, это заслуга в первую очередь жителей промышленного района, потому что у нас самые активные жители, и у нас есть еще одно преимущество перед другими районами — у нас самый благочисленный район, который готов мобилизоваться на благое дело. Так вот, что касается парка Молодежный и парка Воронежские озера, да, уже подходит к этапу второй этап благоустройства. В парке Воронежские озера — это территория, прилегающая к храму Святой Троицы. Мы проголосовали за третий этап. Будет дальше продолжаться благоустройство уже ближе к озерам, с спортивными площадками, игровыми, детскими, дорожками, пешеходными, велосипедными и так далее. По парку Молодежному то же самое завершается второй этап. Были большие у нас баталии, жаркие на слушаниях. По реализации данного проекта было огромное количество людей, которые ратовали за озеро, и были люди, которые хотели иметь фонтан в парке Молодежном. Все-таки пришли к решению, которое устроит и тех, и других. Золотая середина найдена. Будет уже практически заканчиваться работа по восстановлению озера, и в озере будет непосредственно находиться фонтан. Здорово. Также благоустраивается вся прилегающая территория. Да, безусловно, эти проекты важны. Во-первых, они дают людям почувствовать свою активность, свою полезность. И любой человек, проживающий непосредственно, непосредственно близости, да и любой житель города, который принимал участие в голосовании, может прийти в парк с детьми, с внуками прогуляться из города и сказать «Да, я предложил руку благоустройства данной общественной территории». Спасибо. Как был преобразован еще один двор в промышленном районе, узнаем в нашем следующем сюжете. Окна квартиры жительницы дома 147 по московскому шоссе Ирина Стрельченко выходят во двор. Еще недавно на детской площадке стояло старое, местами проржавевшее оборудование. Дети, когда залазили, это было действительно страшно, потому что могли пораниться очень сильно, могли... Ну, одежда, соответственно, вся грязная. Вот. Ну, вот мы создали инициативную группу. Жители дома решили принять участие в программе формирования комфортной городской среды. И двор изменился до неузнаваемости. Подрядчики оборудовали две площадки – детскую и спортивную, а также зону отдыха для жителей. Уложили плитку на тротуарах, обновили внутриквартальные проезды. Оборудовали парковочные карманы, установили новые скамейки и красивые урны. Теперь здесь гуляют, занимаются спортом и дети, и взрослые. Сердце радуется, потому что бегают дети, дети радуются. Они где-то там лазают, шумят. Они не собирают никакой мусора, а вот именно дети заняты. Приятно смотреть, когда подростки приходят на воркауте, занимаются. Все опросы благоустройства и ЖКХ решаются при тесном взаимодействии власти и жителей. У нас осуществляются работы по ремонту дворовых территорий в городском округе Самары. Осуществляют работы у нас администрации внутриквардских районов. В текущем году у нас 51 дворовая территория. Данные территории, они тоже высокой степени готовности и сроки также установлены окончание работы до 1 сентября. Глава промышленного района Данил Нарозов лично приехал посмотреть на качество работы. В 2023 году в районе по проекту губернатора региона Дмитрия Азарова «Содействие» благоустроят три дворовые территории. По программе формирования комфортной городской среды – шесть. По программе народной инициативы – десять. У нас все программы, губернаторский проект «Содействие», комфортная городская среда – все эти программы реализуются при плотном сотрудничестве с жителями. И мы в первую очередь ориентируемся на жителей при оценке работы подрядчика. Гарантия на детскую спортивную площадке – пять лет. В течение этого времени подрядчик будет устранять возможные поломки. Мы, на самом деле, очень часто приезжаем, осматриваем объекты, которые строятся, потому что есть факты вандализма бывают иногда. Мы стараемся сразу их устранять. То есть мы это делаем для людей, которые всегда находятся в естественном контакте с администрацией, с людьми и ждем их ответной реакции. Завершится благоустройство через несколько дней. Подрядчики вместе с жителями высадят кусты можжевельника. Данил Морозов предложил после субботника провести праздник в дворам и пообещал воздушные шары и аниматоров. Алексей Борисович, к вам вопрос. Вот мы сейчас говорим о преобразовании, о формировании новой городской среды. А вот все-таки как защитить людей от вандализма, изменить их менталитет? Скажите, пожалуйста, вообще какую позицию занимает в этом вопросе администрация городского круга Самара? Ну, что касается вандализма, мы на протяжении всех всего этапа реализации программы «Комфортная городская среда» уже можем прекрасно говорить о данном факте. И что хотелось бы отметить? Допустим, те территории, которые у нас до благоустройства и после благоустройства, относительно вандализма, ситуация совершенно меняется. Есть масса примеров у нас по городскому округу Самара, когда мы заходили на благоустройство территории и на территории наблюдалось и нахождение каких-то преступных элементов и в дальнейшем и вандализм и прочее. И по факту реализации непосредственно благоустройства на общественной территории, в рамках которых была выполнена замена покрытий, устройство освещения современного, устройство новых мафов и так далее, то вандализм, он, конечно, проявляется в большей степени это какое-то первое время, но в последующем уже при пользовании, при непосредственно использовании данной общественной территории, данный факт, он уходит. И здесь немаловажную роль играют, наверное, все-таки местные жители, да, жители близлежащих домов. Вот у нас были примеры, допустим, благоустройства общественных территорий, ну вот взять поселок, допустим, прибрежный, где у нас местные жители уже по факту благоустройства общественной территории даже при нас сделали замечание подросткам, значит, да, которые, ну, скажем так, не совсем добросовестно относились к имуществу. Поэтому и уже в дальнейшем при беседах с местным активом, да, то есть они нам говорят о том, что данные факта, они полностью практически искорены, и местное население и приезжие, значит, относятся, ну, скажем так, по хозяйству к имуществу, которое было установлено, и нам остается лишь эксплуатировать его. Спасибо большое вам, уважаемые гости, за участие в программе «Совет моего дома». Как было уже сказано, это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили мои гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире этой программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч.